Вторая параллель Паминон 6. Здесь говорится о Соломоне и как он в конце концов строил храм Божий и отдал этот храм Богу. Ну, помните, как Давид, его отец, хотел построить храм, и он так намирал, думал, обязательно Бог это хочет. Ну, был пророк Нафан и пришел к Давиду и сказал, да нет, я, Господь, я не хочу никакой дом, никакой, я не хочу. Я хочу, наоборот, построить для тебе дом с мысли семьей. У тебя будет потомок, и тот потомок является Иисусом, и он будет сыном, и он будет строить духовный дом в смысле общества, в смысле группах верующих людей. Я такой физический храм, мне не надо. И даже повторяется дальше, даже Степан сказал в Новом Завете, что Господь не живет в таком физическом доме, физическом здании, ему это не надо. Он обитает в сердце человека. Он обитает в сердце, и не при кирпичах, и так далее. Итак, Давид все равно, не смотря на то, что Бог так сказал. Он готовил, готовил для этого, и Соломон, его сын, после Давида умер. Соломон построил тот дом. Не смотря на то, что Бог сказал, что я это не только не надо, я это даже не хочу. Но то, что здесь читаем, Соломон все равно это построил, и 7 главу прочитаем, как в присутствии Божия зашел, и Бог как-то это принял, тот храм. И действовал через эту систему благослужения. Немножко похоже, как раньше. Израил хотели иметь царь. Но Самуил сказал во имя Господа, что я ваш царь. Какой человеческий царь вам надо? Я ваш царь. Вы что, отрекся от меня, что ли? В том, что вы желаете иметь человеческий царь? Да нет, мы хотим царь так, как все других народов. Хорошо. Господь дал им царь Саул, и дальше Давид, Соломон и так далее. Значит, Бог как-то так хочет с нами работать и действовать, что Он даже готов действовать с человеком, когда это далеко, не на самом идеальном уровне. Есть, к сожалению, понятия у многих, что это все черное и белое. Это вот граница, это линия, и если ты, нет, в таком степени, как ты духовный, ты не сможешь иметь никакое отношение с Богом. А Бог наоборот. Наоборот, Он так хочет общаться с людьми, и что Он все равно готов действовать с человеком, не смотря на то, что тот человек, наверное, ему не умеет служить на самом высоком уровне, или даже так, как надо. И это жалко, конечно, что людей такие, что народ такие, что мы все такие, что мы не сможем служить Господу на том уровне, который Он идеально хотел. Это только Иисус, который это совершил до конца. Итак, это оботрение, когда мы чувствуем, что я не готов, я не достойный, я слишком слаб, ладно, я верю, но не очень. Мое богослужение не так, как надо, вот я такой слаб. Разве Бог хочет как-то иметь то, что общего со мной? Да, Он хочет. Он очень хочет. И вот весь историй из Ваилева мы видим, как Он пробовал на всяком случае с ними содействовать. Скоро всего, когда я предлагаю людей, ну давайте, принимайте крещение во имя Иисуса. Людей вообще чувствуют, ой, я не готов, к этому я не готов, я не достоин, понимаете. У меня всякие такие нюансы, слабости, дисфункции и так далее, и так далее. Мы не будем никогда не готовы для Господа, никогда. Да, если человек пришел бы и сказал, ну я сейчас готов и готова, я все такой, молодец, я все в порядке, в моей жизни я хочу креститься. Это противоречие. Они не пришли бы, так сказать. Так получается, что если на самом деле мы хотим общаться с Богом, если на самом деле мы хотим быть в общении с Ним, то Он очень рад с нами встречать, Он очень хочет с нами встречать и имеет общение с человеком даже на самом идеальном уровне. Это не значит, что, да ладно, это не стало важно, я могу поступать с Богом так, как я хочу. Нет. Факт того, что Бог готов принять человеку, не смотря на то, что Он не на самом идеальном уровне, наоборот, по-моему, как-то побуждает человеку служить Ему, поскольку мы сможем на самом высоком уровне, зная, что, ладно, Он принял бы меня чуть поменьше, но из-за того, что у нас есть любовь к Богу в сердце, тогда мы хотим Ему служить, поскольку мы служим не как минималист, не как минималист, а на самом максимальном уровне, который Он готов принять. Итак, Соломон тоже, в конце концов, отступил от веры. В Третьем книге царств написано, что в старости лет он вообще отошел от Бога. Он жалился всякими, ну, тысячи жен, и большинстве из них неверующих. И, в конце концов, его сердце ушел к ним и своим идолам, богам, и он, в принципе, отошел от Бога. И писал вот эта странная книга, которая у нас есть в Библии, «Экклезиаст», где он, в принципе, сказал, святы, 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 все суеты, зачем верить в Бога, зачем это все черепуха, это вообще не надо, вот, это все сказки, и зачем Бог как-то сделал, чтобы у нас есть тут книга. В Библии, в смысле, в канониях. Почему? Чтобы мы поняли бы трагедии человека, который вообще отошел от Бога, и как, несмотря на то, что у него было всякие богатства, домов, и все, удивительный уровень богатства, золота, серебра и так далее. Не смотря на всякие этого, он закончил в жизни очень несчастливого человека. И это как-то... Там написано в Библии, чтобы мы, которые пока не закончили наши жизни, не слишком мечтали бы о богатстве, если я только мог бы, ну, достать какой-то уровень, какой-то, ну, машина, квартира, дом и всякий. Это было бы, ну, хорошо. Почему? Поскольку мы всегда не будем найти конца радуга, мы не будем это найти. Ну, это просто его история, в смысле, история Соломона. В Библии написано, чтобы мы поняли бы, куда все закончится, и зачем тогда стремиться к этому, если так все-таки закончится. И тот же способ, через то, что Соломон отступил от веры, это и тот же урок для нас. Потому что он здесь столько раз сказал, что, ой, Господь такой велик, какой дом я могу для него построить. И он сказал в 18 стихе, 6 главу, «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебе, тем менее храм с ей, который построил я?» Конечно, сразу вопрос у нас. Тогда зачем, Соломон, ты это построил, если ты сам сказал перед всем, что вот я не могу строить ничего для Бога? Ну, зачем ты это сделал? То есть он в теории прекрасно понял, что Бог такой велик, что не стоит для него построить дом. Хорошо, Соломон, тогда ты в теории прекрасно понял, а зачем тогда ты это строил? Видимо, он это построил, потому что он сам это хотел, потому что он сам как-то хотел это делать для себя. И мы сможем думать, что я делаю богослужение, когда это фактически какой-то в мире эгоизм, где мы просто сам себе служим. Делаем не богослужение, а служение сам себе. Это вполне возможно. Я вчера поднял вопрос о том, что написано, что Соломон имел не только много жен, а и тоже очень много серебра и золота, и много коней и колесниц из Египта. В 2-й законе 17-й главу написано, что у царя Израильева это не должно быть. Тем более написано, что царь Израильева должен переписать именно эти законы, что я как царь Израильева мне нельзя размножать коней, колесниц. Мне как царь Израильева нельзя возвратиться в Египте, чтобы покупать оттуда колесниц, коней и так далее. То есть он тот теорию прекрасно знал, он в курсе деле, но он сделал 180 наоборот. Я сказал вчера, я повторяю сегодня, что у нас все есть такая клонность, потому что мы лишь человек. У человеческой природы есть такая клонность, такая тенденция. Делать чисто и именно наоборот на то, что мы знаем, мудрое, на то, что мы знаем, право, хорошее. Мы делаем абсолютно наоборот. И просто надо признать, что мы такие, чем думать, да нет, я такой логичный, нормальный, адекватный человек, и поэтому, нет, я буду более-менее стучить Господу, я не буду так непослушным. Мы не такие. У нас страшно внутри себя постоянно такой, вот, постоянно течь источник мышления. Почему не так? Почему не так? Так как Ева в Эдемском саде. Ой, плода, которые нельзя, а почему нет? Потому что Бог сказал, что нельзя. и у нас все есть это, это то, что называется в Библии наша сатана, наш противник, который всегда есть внутри человека. И суть христианства, поскольку я понимаю, это, чтобы внутри наших мозгов, наше мышление, наш дух, внутри человека, мы будем бороться постоянно против этих мышлений, этих исключений, которые производятся от самого внутри человека. так как Иисус сказал от Марка 7 главу, что вот от сердца человека происходят всякие эти слабости и исключения и мысли плохие и так далее. Но Соломон это не понял. Он просто хотел построить такой шикарный дом. Он сказал, что это для Бога, но подозрительно, что это не для себя. И написано, что он перед всем молились Богу. написано в 12 стихе. И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израилетел и воздвиг руки свои. И под Соломон стел медный амвон длинною в пять лаптей и щедною в пять лаптей. и встал на нем и преклонил колени впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу. То есть это не смирение. Он как-то показался, что Бог такой великий, я такой маленький. Но он это сделал написано перед всем израильтян. Впереди всего собрания израильтян. Он как-то выпендировался своему смирению, свою кротость. Это для Бога мерзость. Типа показать, что я такой скромный на колени. Написано преклонил колени впереди всего собрания израильтян. Я думаю, что Иисус это как-то имел в виду, когда он сам сказал, что когда вы молитесь, надо ходить в своем комнате, закройте дверь и молитесь Богу на небесах. То есть не перед всем. И мы, конечно, видим подробную ситуацию сегодня у очень многих религиозных людей есть такая скромность. Как-то показаться за показу, ходить на собрание, в церковь, в храме, как-то показываться, что я такой скромный, что я такой духовный, что я молюсь перед всем. И это для Бога, это мерзость. И на горном проповеди Иисус несколько раз трогал тот вопрос, что это нельзя это делать, это нельзя. и Бог, конечно, жаждет, как я сказал, для отношения, живое, обоюдное отношение, двухстороннее отношение с человеком. Но то отношение с Богом, это не происходит в храме, в доме, это происходит в сердце человека, в своем комнате, в своем жизни. Когда ты просто закроешь глазу, допустим, на троллейбусе или на транспорте, и просто молишься Богу. Это то, что для Бога, это прелост. Это прелост. Или рано утром просыпаемся и сразу к Богу. И молимся Богу. Никто об этом не знает. Это самое главное, кто мы, когда никто на нас не смотрит. О чем мы думаем, о чем мы мыслим, где наше сердце, потому что в Библии сердце человека, это в принципе его мышление. Это суд христианства. И Соломон все это сделал так публично. Конечно, это неплохо иметь церкви, это неплохо иметь понятие собрания и так далее. Я не против, конечно. Но надо строгаться, потому что суд христианства это не кто я, кто ты перед всем. Это кто я в моем комнате. Так как Иисус сказал, закройте вашу дверь, молитесь Богу, твой отец как-то в очень приватном плане. Наоборот, это тоже не так, что мы сможем просто так думать, что ну ладно, мое поведение не важно, самое главное, что в сердце у меня есть Бога. Это да, но это правильно, но это не может быть так, потому что если это только туда, значит мы не поняли. Опять суд христианства, потому что нам придется кое-что практическом плане делать для других людей. И просто иметь, как говорится, Бог в сердце, это тоже может быть формой эгоизма. Где ладно, я буду жить только для себе. Закрою дверь, просто имею мое отношение с Богом и мне эта лампочка страдания другого человека, судьба другого человека это не ни причем. Это не может быть так. тоже христианство в этом плане предназначено, чтобы мы будем это жить и прожить христианство в каком-то группах, собраниях, в каком-то контексте с другими людьми. Потому что самое главное это относится наше отношение, наше чувство, наше тело к другому человеку. Итак, Соломон сказал, что он цитировал или показался, что он цитировал слово, которое он сказал Господь сказал Давиду. Но когда мы смотрим обратно, допустим, раньше в жизни Давидова, на то, что в Библии написано, что Бог сказал Давиду, это немножко не так, как Соломон это цитировал. Например, он сказал в 6 стихе, что Бог сказал Давиду, я избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Моя и избрал Давида, чтобы он был над народом Моим Израилем. Ну, Бог, похоже, сказал, но Он сказал, что если твой детей будут послушны мне, тогда будет так. То есть, это было под вопросом, условием. И Соломон просто это все-таки цитировал без внимания на этих условиях. Особо в 16 стихе он сказал, что Бог сказал, что у Давида будет сын, который будет вечно сидеть на престоле израильевым. И немножко у него, но тот сын Давидова был концы концов Мессия, потому что Бог сказал Давиду, что у тебе будет сын, и тот сын будет и Мою. И когда ангел явился к Марии от Луки первой главу, ангел объяснил, как это случилось, что ладно, тот Мария была прямая потомка Давидова. И поэтому тот сын это да, это Давида прямо в его линии, но отец Бог и не человек. В этом плане Иисус был потомок Давидова и тоже сын Божий. Итак, Соломон совсем неправильно хотел как-то немножко использовать эти слова, как-то он поворачивал, чтобы как-то показаться, что я тот Мессия, я тот вечный царь Израильева. И ничего, и никого вечного на этом свете нету. И он не хотел это признать. Он хотел думать, что я буду тот вечный царь Израильева и поэтому я строил такой дом и так далее. То есть он не хотел как-то смотреть впереди и знать, что впереди есть Иисус, есть Мессия, есть тот будущий сын моего отца, сын Давидова. Написано наоборот, о Давиде Петр сказал, Иисус тоже сказал, что Давид всегда думал об Иисусе. Иисус не существовал, но он знал, что Бог обещал, что на будущем у него будет такой сын. Давид об этом постоянно думал, так написано, Диане апостола в вторую главу. Соломон нет такой, он не постоянно думал об Иисусе, смотрел впереди, что ну да, один день будет потомок моего отца, сына Божия и так далее. Нет, он думал только о себе. И если наш фокус, если наше сосредоточие это не на Иисусе, это на кого, это на самого себе. И в этом случае получается, что христианство или религия вообще получается как форма эгоизма. И это очень часто получается, что скептиков или атеистов говорят так, что религия это форма эгоизма. И частично, частично я могу это понять. Это так, что очень много людей зло употребляют неправильно употребляют христианство и вообще религии для своих целей, для себе, чтобы это мне угодно, мне удобно, мне успокаивает и так далее. И Соломон, по-моему, это тоже так сделал. Он тоже сказал столько раз здесь в этом главе, что если Израил согрешили бы, да пусть они молятся к этому храму и все будет хорошо. Фактически Израил согрешили и Бог уничтожал тот храм. Специально он сказал, что я буду тот храм, тот дом уничтожать и на руках навилонцев он это сделал. Почему тогда Бог это сделал, если на самом деле Столомон прав? Бог, по-моему, это сделал, чтобы пробовать, по крайней мере, учить Израилу, что фактически то, что Соломон сказал, это неправильно. Я могу дать тебе прощение в любом контексте, даже без храма, что Бог сделал. Он разрушил храм и рассеял Израилу по всему провинции Навилонские, Ассирийские, импирах. он это сделал и потом приглашал им Израил, Еремия, Данил приглашал им к покаянию без храма. То есть он хотел, чтобы они поняли бы, что ты сможешь в любом месте без храма, без всякой религии, без физических зданий вы сможете найти прощение. Он поэтому, по-моему, храм уничтожал, чтобы людей подумали бы, а что, Соломон сказал нам, что если мы согрешаем, ладно, мы сможем молиться к этому дому, в направлении этого дому, и Бог будет тогда дать нам прощение. Нет. Бог хочет дать тебе прощение в любом контексте, где ты стоишь. Это не важно, если какой-то физический храм есть или нет. И опять мы видим там терпение Божие, как он как-то очень хотел, очень хотел, как-то очень медленно, терпеливо, он действовал с ними. Его гнев против Израилу, когда он разрушил храм на руках вавилонцам, это не просто гнев, что ой, я против вам, я буду тогда уничтожать храм. Он это сделал определенный цель, чтобы через его суд они пришли поближе к нему. И это чудесно, потому что, допустим, когда у нас гнев, когда мы чувствуем, что ой, этот человек не твой, я хочу ему наказать, какой полз наказание, когда Бог это делает, всегда его гнев, его наказание, всегда имеется какой-то смысл, чтобы приближать человеку к самому себе. И через все наши страдания, допустим, мы сокращаем, и из-за этого мы страдаем. Но эти страдания Бог использует, чтобы приближать человеку к себе. И я думаю, что это очень, очень красиво на самом деле. И согласно понятию, которое было у Соломона, если ты согрешаешь, ой, тебе надо найти, допустим, он сказал, что если ты в чужом стране, и ты понимаешь, что ты согрешил, надо как-то найти, где Иерусалим, куда, север, юг, восток, запад, и туда смотрите, и туда молитесь, и получаешь прощение. Это не то, что Бог хочет. Он хочет, чтобы человек признал грех его, и Бог готов тогда дать ему прощение, общаться с этим человеком. И дальше в Новом Завете написано, что поскольку мы принимаем крещение, Бог готов дать нам дар Святого Духа, чтобы мы являемся самым Храмом Божьим. Мы являемся самым Храмом Божьим. Потому что Дух Божий живет в нас. Получается тогда, что где тот Храм, это не важно. До сих пор у мусульман есть такой веры, где наша Мекка. Мекка. И вот, а не может есть в этом направлении. Если в арабском стране, допустим, гостиница, в каждом номере, в каждом номере есть какой-то, я не знаю, как это называется, ни на каком языке, но есть такой предмет, есть такой компас, в принципе, который показывается, куда Мекку. Есть такая стрелочка, допустим, где-то на стенах, куда Мекка. И по идее, ты смотришь туда, делаешь твою молитву, обязательно в порядке туда, смотри туда, чтобы Бог тебе принял будет. А не дай Бог, что ты не знаешь, куда Мекку, ну, этот город, да, куда они молитвы. Это не надо, это не важно. Самое главное, что ты молишься Богу и признаешь свои греховности, и Бог готов общаться с тобой. Как я сказал в Новом Завете, мы являемся храмом Божьим из-за того, что Дух и присутствие Божьим обитается в самом сердце человека. И Соломон, как я сказал, является для нас пример, поскольку его поведение, пришел в конце концов к тому степени, что он вообще отошел от Бога, потому что он все понял поверхности, что это важно исполнять какие-то ритуалы, это важно иметь какое-то физическое здание. И чаще всего я это заметил, что есть людей, которые наверное ходят в церковь каждую неделю. Но если за какой-то причиной церковь закроется, если им придется уехать и уезжать и жить в каком-то месте, где нет церковь, чаще всего получается, что они потеряют свою веру. И это значит, что у них личного отношения с Богом нет. Это конечно хорошо ходить в церковь, я не говорю, что это плохо, но я просто имел в виду, что это только поверхности. Самое главное, это наши личные духовности, и поэтому ободрай людей, столько раз читайте Библию для себе. Если у кого нету Библию, обрати ко мне, я дам тебе, потому что это то, что Бог хочет. И всякое понятие, что я могу только общаться с Богом посредством, изданием, структура религии, это не то. Павел сказал 1 Тимофею 2 главу 5 стих, что Иисус является единственным посредником между Богом и человеком. Если Иисус является единственным посредником, между Богом и человеком, тогда получается, что нам не надо никакой религиозной структуры, нам не надо всякие понятия церкви и издания, и дом молитвы, в смысле даже тут выражение дом молитвы. Как-то предполагается, что я могу только молиться в доме молитвы. А если дом молитвы нет, разве ты не сможешь молиться? Я помню один раз я был в месте дом отпиха в Подмосковье, и была женщина там, она страшно бежала, бежала, спросили всех, а иконы есть здесь? Иконы есть здесь? И людей сказали, да нет, иконы нету в этом доме отпиха. Ой, сказала, как я могу тогда читать молитвы, если икон нету? Я ей сказал, зачем тебе надо икону? Просто надо молиться Богу. Да нет, сказала, я не могу молиться без икон. Есть такое понятие? И это разве не язычество? Это похоже. Потому что если у нас есть живое отношение с Богом, это живое, и любое место, любой контекст, даже при грехопадении мы сможем ему молиться, и не надо всякой этого, структуру. я не говорю, что структура обязательно не надо или не полезно. В некоторых случаях, некоторых образом это полезно, но это не обязательно. Если мы сможем только общаться с Богом, зависимая от такого системы, какое у нас отношение с Ним? Всегда хорошо представить, что я на острове, или ты на острове, никого нету, кроме тебе, и наверное скажем Библию, или даже без Библии, а что, ты сможешь общаться с Богом или нет? Конечно ты сможешь. Вы знаете русский фильм остров, есть такой остров, есть такой какой-то священник, да, который один на острове на северном океан, белый, Белый море, который один жил в острове, думал, а как я могу иметь отношение с Богом, обязательно мне надо построить дом молитвы для себе, парень один, построил для себе дом молитвы, думал, сейчас я могу молиться Богу, ой, как это хорошо, но я думаю, что тот фильм немножко специально сделан, чтобы показать нам абзурдность этого, и все это похожее ситуации с этим Соломоном. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Вы знаете, вы хорошо сказали, да? Но в наше время тоже есть такие, которые показывают молящие месяц, даже вот сегодня я общалась с тобой, во-первых, уже два раза она передо мной руки, ну, там, короче говоря, меня судьей никто не поставил, и так хочет показать молящие, мы туда шли, она бегом от меня убежала и оглядывается, не быстро или бежит. Страшно, я фарисейство этого не перевариваю. Это фарисейство. Ну, это тоже так у протестантов, допустим, я это видел тоже в какой-то группе 50-х, по-моему, или евангелистов для международных. Это наша старообрядка. Они все так и начинали говорить на языках, потом у кого-то телефон был, он «Привет, Вова, привет, сто лет не слышал». Я думаю, а как, ты как-то в восторге один секунд, что «А, я с Богом», и потом «Привет, Вова, сто лет уже». Типа, глаз в этом тоже какое-то… Верно, впрочем, она уже не первый раз показывает молящую. Да не вижу ничего там молящего. Ну, конечно, мы все сможем быть такие. Нет, а зачем показывать делать? Я просто имею в виду, что у нас все такой комбас. Я не говорю, что вы такие, или я такой, но у нас комбас, правда, такой. «Зайди в комнату, закрой дверь и молись, пожалуйста». «Но надо молиться сердцем». «Ну да». «Вот чем молиться, ты можешь там знать, что, закройся за это занавесие. Молиться сердцем, Боже, надо молиться. А так ты, ладно, сюда спрячь, ну, дальше, ну, буду молиться. Но сердце надо, души надо. Правильно? Правильно. Вот так.